Ил-2 Именно бронированный самолет, самолет поля боя, настолько эффективный, как был-2. Работа началась по разборке частей 2013 года, а собирать начали первые детали летом 2014 года. Вы сами видите, что работа идет очень непросто, очень кропотливая, скажем так, реставрационная. Это не просто идет сборочная работа, как, скажем, на авиастроительном предприятии. В данный момент мы клепаем нервюры, подгоняем все по размеру, чтобы все у нас летало и все работало. Одного задора, конечно, задора и патриотизма мало. Из ничего ни инструмент не получается, ни деталей. Хотелось бы, чтобы люди, которые работают, вы видите, чтобы они работали бесперебойно, потому что бывали моменты, когда приходилось их распускать, нечем было платить зарплату. Причем хотелось бы платить зарплату достойную. Конечно, деньги бы не помешали. Помощь заводов нужна, в первую очередь, даже не деньги, потому что нужны технологии, которые имеются на авиационных заводах. На коленке такой самолет не сделаешь, поэтому помощь предприятий нам бы очень пригодилась. Помогают, неплохо помогают, скажем так, по мере своих сил. Детали мы, в общем-то, стараемся делать сами, но по чертежам, чтобы было не хуже оригинала. Работы ведутся не только на этом участке, на частных территориях. К примеру, идет работа над двигателем. Агрегат не менее сложный, чем, собственно, сам самолет, чем планер самолета. Около сотни человек в той или иной степени заняты в нашем проекте. Кто-то более активно работает, кто-то помогает по мере сил в свободное от работы время. Это единичный случай такой. Если мы его соберем, если он поднимется в небо, а он наверняка этого сам ждет, потому что он сохранился довольно-таки неплохо. Но мы думаем, что все у нас получится. Хотелось бы, конечно, успеть к 75-летию победы. Будем стараться. Болтался, все лежало. Утянули, все вот так вот пошло. Все.